Всем привет, дорогие зрители! Меня зовут Сергей Трейсер. Очень-очень давно я уже обещал на своем основном канале снять видео на тему вопрос-ответ. Мне очень много задают вопросов и очень-очень часто они повторяются. И я однажды в группе создал пост специальный, куда в комментарии вы могли мне писать свои вопросы. Я сегодня сделал такую небольшую подборочку вопросов. Это вопросы, которые набрали от вас же больше всего лайков. То есть это говорит о том, что вам услышат о них ответы более всего интересно. Итак, начнем. Первый. Сергей Трейсер. Это фамилия или прозвище? Как ты начал снимать влоги? На какую камеру? Сразу ли получалось снимать влог? Или была некая сжатая среща? Ответь, пожалуйста, очень важно. Фамилия или прозвище? Ну, я думаю, что для многих не секрет, что Трейсер это не моя фамилия. Раньше еще в социальных сетях не было, были чаты. И там в чатах принято было подписываться под определенными никнеймами, так сказать. Это уже потом к нам пришли соцсети, и люди стали подписываться по имени и фамилии. Но получилось, что исходя из своих увлечений, я себе выбрал такой псевдоним Трейсер. Потом этот псевдоним ко мне немножко так привязался, и с тех пор, да, я остался Трейсером. Как я начал снимать влоги? На какую камеру? Первые свои влоги я снимал вообще на телефон. Потом я купил себе GoPro. Большую часть своих видео я снял на GoPro. В данный момент я снимаю это видео на камеру Кенон Легрия Мини. Последние видосы практически все на нее уже сняты. Следующий вопрос. Где ты работаешь? Работаю я на Ютубе. Думаю, достаточно короткий ответ и понятный. Был ли момент, когда чуть не упал с какого-либо объекта? Да, у меня были такие ситуации. Одна из них это, когда я лез по фасаду дома. Второй случай был, это когда я делал зацеп под мостом ногами. Там я тоже чуть не сорвался. Сейчас будет срыв. Быстрее иди сюда. Быстрее, быстрее. Руку, 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 руку. Сергей, у тебя есть какое-то точное образование? Когда ты был маленьким, кем бы ты хотел стать? Только не говори, что руфером. Я закончил школу, после школы я там поступал куда-то. Потом, спустя чуть-чуть меньше, наверное, чем полгода. А нет, чуть-чуть больше, чем полгода я отучился. И бросил учебу. Потому что мне там сильно выносили мозги за то, что я прогуливал. На самом деле, я ни в чем не жалею, ни капельки, что я бросил учебу. Потому что потом мне доводилось пересекаться на различных, так сказать, даже работах с моими одногруппниками, которыми я тогда учился. И я понимал, что они просто, в отличие от меня, потеряли время. Я, конечно же, ни в коем случае, ребят, не призываю, чтобы вы бросали учебу, там, или еще что-то. Это, конечно же, выбор каждого. Но, сейчас, знаете, кстати, да, модно говорить, что, там, лучше бы я не учился, или, там, зря потраченное время. Ну, в общем, знаете, это ваша жизнь. Каждый решает сам, что ему делать. Кем бы я хотел стать? В детстве я много кем хотел стать, там, пожарником, дальнобойщиком, еще какие-то всякие вот эти, там, детские такие штуки. В более таком уже взрослом возрасте я не знаю, кем я хотел стать. Все время я как-то себя где-то в чем-то искал. В общем, последние, можно сказать, 4 года я занимаюсь только исключительно теми вещами, которые мне нравятся. Какой у меня самый запоминающийся момент в жизни? У меня таких, наверное, 3 момента, а двух из них я смогу вам сейчас рассказать. Первый, это был первый прыжок с моста. Вот этот момент, когда я отделился от моста, мне на доль секунды показалось, что, знаете, весь мир вокруг меня замер. И я просто, вот, ну, короче, не буду пересказывать, вам, все вот эти мысли. Ну, и второй момент, это когда я прошел парашютное обучение и шел уже на свой первый самостоятельный прыжок без инструктора. Среди всего моего обучения был самый счастливый момент, не сам прыжок, наверное. Как вот, да, когда я шел на самостоятельный прыжок без инструктора, уже с нами шел, там, короче, другой инструктор. И у меня просто такие эмоции на лице были, что я вот взял вот так шлем, короче, и приложил к лицу, чтобы моего лица никто не видел. Потому что улыбка просто с лица не сходила, я не контролировал себя. Я боялся, что меня сейчас подумают, что я какой-то неадекват и не допустят до прыжка. Со скольки лет ты начал заниматься руфингом? Первый мой залаз был, хотя я еще не знал, что такое руфинг и руферство и так далее. В 12 лет я залез на свою школу. В одном из своих видео я об этом рассказывал, как это случилось и почему. Первый такой уже залаз на какую-то вышку мне было 20 лет. После того я начал уже как бы понемножку лазить, но это было так более редко. И где-то уже в 22, когда я начал заниматься видеоблогерством, я начал более активно лазить. Сколько ты зарабатываешь на ютубе в месяц примерно? Ну, я зарабатываю где-то... Почему ты не веришь в бога? Почему я не верю в бога? Ну, долго рассказывать, наверное, и не буду вам навязывать свою точку зрения. Если встретятся два верующих человека и один другому скажет, что видел бога, то тот ему не поверит. Можете подумать об этом. Наверное, каждый сам для себя ответит. Почему я не верю в бога? Что бы ты делал, если бы ты проснулся и на дворе 1980 год? Ну, учитывая, что тогда меня еще не было, я, наверное, пошел бы посмотрел на своих родителей, бабушку, дедушку. Так как у меня не было бы друзей, я был бы просто... Ну, у меня бы шок был, что я перенесся с века технологий в такое... Ну, говорят, в Советском Союзе хорошо было, не знаю. Проверили бы, ну, не знаю, честно, что бы я делал, но пришлось бы, наверное, создать, там, не знаю, первые социальные сети. Исходя из того, что я знал бы, какие события когда произойдут, я бы как-то этим воспользовался и заработал бы большую-большую-большую кучу денег. О, прошел. Как ты решаешь проблему с полицией? Ну, с полицией довольно-таки по-разному решаются проблемы, я не буду об этом рассказывать, чтобы это не было для некоторых моих зрителей, так сказать, упала камера. Это, наверное, от того, что кто-то с соседей что-то сверлит. Так вот, я не буду рассказывать, как я решаю проблемы с полицией, для того, чтобы для вас это не было какой-то инструкцией, потому что многие знают, что я очень-очень сильно не одобряю то, чем я занимаюсь, и не хотел бы, чтобы мои зрители этим занимались, ну, и были какие-то последователи. Как ты откосил от армии? Лайкаем, думаю, многим интересно. На самом деле, я нифига не косил, у меня просто есть срочка по семейным обстоятельствам. Что за семейные обстоятельства, я думаю, это мое личное, и рассказывать вам не буду. Мог бы ты отдать свою жизнь ради того, чтобы спасти другого человека? Ну, наверное, зависит от обстоятельств и самого человека. Вполне возможно, что да, но в большинстве случаев, наверное, что нет. Будет ли видео с участием квадрокоптера или видео 360? Ребята, так случилось, что мой квадрокоптер украли, или, сказать будет правильно, я его провтыкал, я не знаю, как правильно сказать, но одно могу сказать точно, его у меня больше нет. По поводу видео в формате 360, наверное, не будет, потому что я попытался снять, но немножко не получилось. То есть, такие видео сложно монтировать, и, как правило, они, ну, в немножко плохом качестве. Чем ты занимался перед тем, как стать блогером? Перед тем, как стать блогером, я очень много чем занимался, начиная с 12 лет, я уже там разные профессии для себя освоил понемножку. Последние 4 года я был инструктором по прыжкам с моста, хотя, в принципе, я им по сегодняшний день и остался. Как думаешь, ты бы мог спрыгнуть с моста, с водой во рту и не разлить? Вообще спокойно, ребят, честно, я прыгал с кастрюлей борща, с сковородкой, с картошкой, но это все накрыто крышкой было, чтобы не вылетало. С чаем прыгал со скалы. Прыгал с шаурмой во рту. В одном из видео, которое я снимал в этом году, я прыгал и яблоком в воздухе откусывал. В общем, прыгнуть с водой во рту, это вообще просто так. Уже камера пишет, что садится батарея. Тут у меня еще осталось вот 5 вопросов. Сергей, что бы ты сказал своему сыну, если он занимался руфингом? Если это его выбор, то пусть занимается, но если он уже, конечно же, совершеннолетний и, ну, как бы, имеет свою голову на плечах. Если бы он был ребенком, я бы, ну, наверное, сделал бы все для того, чтобы он не занимался, но запрещать, наверное, это не выход. Сергей, планируете ли вы снимать игры? Ребята, в игры я не играю. Крайне редко раньше я играл в CSGO. Может быть, на этом канале я когда-то сделаю какой-то стрим. Можем, кстати, напишите там в группе где-то или в комментариях, было бы ли вам интересно, чтобы мы сделали какой-то турнир среди подписчиков. Ну, там, подписчики, я и как-то вот что-то такое. Признаюсь честно, играю очень плохо. Последнее время начал онлайн-покер играть. Может быть, когда-то постримлю, не знаю, посмотрим. Напишите, кстати, да, было бы ли вам интересно посмотреть какой-то стрим. Мы, по-моему, с вами на стриме там пообщались, что-то такое. Ну, честно, у меня опыта в стримах нету, так что не могу сказать, чем будем заниматься на стриме. Как познакомился со своей девушкой? Со своей девушкой я познакомился. Мы лежали вместе в больнице где-то в 2008 году. Это, в общем, было очень-очень давно. Также еще отвечу на вопросы, которые вы мне не написали в комментарии, но я знаю, что вы мне их часто задаете. В какой программе я монтирую? Раньше я монтировал всегда через Sony Vegas Pro от 10 до 13 версии или какая-то там последняя была, я уже не помню. Сейчас я монтирую Final Cut Pro X. Дам вам супер-супер важный совет. Неважно в какой программе вы монтируете, важно то, откуда у вас растут руки. Понравилось вам это видео или нет, можете написать свои какие-то вопросы в комментариях. Буду стараться в будущих видео отвечать. Также я у себя в группе писал, что я готов на этот канал снимать видео абсолютно каждый день, но влоги каждый день снимать сюда не получится. Потому что, знаете, у каждого есть какая-то такая рутина, то есть каждый день снимать, как я там хожу в магазин, там туда-сюда, то есть одно и то же. Но это не сильно интересно. Когда дни хоть как-то будут отличаться, я буду снимать влоги. А в другие дни я готов снимать для вас каждый день что-то. Пишите в комменты, пишите в группу мне, ссылка на мою группу в описании, что бы вы хотели, чтобы я вам показал. Также, если это видео соберет, там, не знаю, 10 тысяч лайков, я могу снять видео, где я покажу свои детские фотографии, там, от супер маленького такого до нынешнего моего роста. Рассказать про какие-то этапы своей жизни. У меня есть черное, скрытое прошлое, а не сильно хорошее, но какое я уже есть. Так что, да, я готов этим с вами поделиться. Наставьте мне 10 тысяч лайков, чтобы я знал, что вам это интересно будет. А с вами был Сергей Трейсер, всем до новых встреч, пока!